Всем привет, с вами снова канал «За нами уже выехали». Сначала придется разочаровать тех, кто подписался на нас только из-за выпусков про КВМ. Нет, мы говорим и даем свою субъективную оценку всему, что нас интересует. Мы, конечно, знатно хайпанули на двух темах «Головкине» и «Финале высшей лиги», но теперь переходим к третьей теме. Сегодня мы поговорим о биткоинах. У нас уже был выпуск про криптовалюту, но вы незаслуженно почему-то обошли его стороной. А сегодня для разговора есть отличный повод. Недавно стало известно, что верховный муфти Египта запретил торговлю биткоинами. Мы попробуем разобраться в тараканах, что завелись у духовного лидера этой страны, и прикинем, может ли подобное произойти в Казахстане. Поехали! Чемпионат мира по футболу в России в отдельной рекламе, разумеется, не нуждается. Это главное спортивное событие года соберет миллионы туристов со всего мира. Да простите нас, зимние олимпиады в Корее, но ей тягаться с мундиалем будет сложновато. Хотите тоже прикоснуться к великому? Спешите бронировать билеты на сайте Атеннис Киезет. Там все интуитивно понятно и доступно. Есть все лицензии, все официально. В одном из ближайших выпусков мы, возможно, разыграем пару билетов на матчи России в групповом этапе. Переходите по ссылке в описании, ваш клик – это уже поддержка нам. В новости о запрете криптовалюты в Египте все прекрасно. Особенно то, что муфти реально заморочился и даже издал специальную фетву, заявив, что биткоин запрещен исламом, так как напрямую связан с мошенничеством, обманом и невежеством. Фетва, конечно, не имеет юридической силы, однако она может значительно повлиять на общественное мнение, так как в Египте религиозных людей очень много. Почему мы применяем эту ситуацию на себя? Давайте попробуем перечислить все, что общего у Египта и Казахстана. Первое. В обеих этих странах есть как религиозные лидеры, так и светская власть. Второе. Основным религиозным институтом Египта и Казахстана является ислам. Верховный муфти у нас тоже есть, но он, к счастью, выполняет свои прямые обязанности и, в отличие от египетского коллеги, не лезет в темы, в которых должны разбираться другие. Но если копнуть глубже, то отличий между нашими странами намного больше. В Египте религия имеет намного большее влияние на общество. У нас же государство действительно светское, и это, наверное, к лучшему. Стоит напомнить, что уже несколько лет назад в Египте бушует народное волнение. Ситуация до последнего времени там была крайне нестабильная. После свержения хоснем у барака страну возглавил Мухаммед Мурси, который тоже позже был свергнут. И Мурси, к слову, был представителем крупной религиозно-политической ассоциации «Братья-Мусульмане». При нем, скорее всего, биткоины в Египте запретили бы еще раньше. Но нынешнее светское правительство Египта также запрещает торговлю криптовалютой. Генеральный прокурор страны вторит муфтию, говоря о том, что биткоин используется для финансирования терроризма. Возможно, это на самом деле так, и злые террористы манят в окопах криптовалюту, но аргумент все-таки слабый. Проблема на самом деле не в Египте, точнее, не только лишь в нем. Страны со слабой экономикой попросту боятся криптовалюты, так как она фактически рушит классический финансовый мир. Прикрываясь исламом, власти рубят с плеча. Гораздо легче запретить, чем контролировать. И казахстанцам эта аксиома хорошо знакома. Сильные экономики отличаются своей гибкостью. К примеру, Япония одной из первых признала криптовалюту платежным средством. По нашему мнению, в споре о будущем виртуальных денег этот пример более показателен по сравнению с Египтом. Сомневаться не приходится. Криптовалюта будет лишь укреплять свои позиции, и тот, кто быстрее адаптируется к новым условиям, тот и окажется в выигрышном положении. Если через несколько лет весь мир перейдет на биткоины, а Египет так и будет считать, что криптовалюта – это харам, то и без того небогатая страна окажется и вовсе нищей. Но мы не призываем вас покупать биткоины, хотя его цена сейчас сильно упала. Даже если завтра он сдуется, это не поставит крест на криптовалюте в целом. Механизм запущен, и остановить его никакой муфти уже не сможет. Что же касается Казахстана, то у нас все не так плохо. Во-первых, наши люди финансово намного грамотнее египтян. Во-вторых, на эту тему высказывался и сам президент. Еще в прошлом году он предложил создать международную криптовалюту. Назрела необходимость трансформации мировой финансовой архитектуры. Сказал тогда 0.1 и с этим не поспоришь. В заключении небольшой дисклеймер. Мы не против ислама и любой другой религии. Мы боремся за идею светского государства. А его идеальная модель выглядит так. Религиозные институты борются за спасение души, а все остальные за спасение кошелька. Напишите в комментариях, успели ли вы купить биткоины. Или же вам, как и нам, нищим авторам канала, очень больно наблюдать за рекордным ростом криптовалют. На этом сегодня все. Подписывайтесь на канал. За нами уже выехали. Нас становится больше, что очень приятно. Ютуб в Казахстане пока остается площадкой свободной. Давайте развивать его вместе. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok